Юные воспитанники спортивного клуба «Поединок» вернулись в Люберцы с высокими наградами. На этот раз свое мастерство они продемонстрировали на всероссийских соревнованиях и Кубке мира по джиу-джитсу. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Джиу-джитсу относят к наиболее древним видам японской борьбы. Это система самообороны и боевое искусство, в основе которого лежит борьба. Каждая тренировка начинается с разминки. Бег, акробатические элементы, растяжка и упражнения для разогрева тела. Главный принцип это мягкое искусство, то есть использовать промахи и заставлять промахиваться противника, пока он не окажется невыгодной для себя ситуацией и проатаковать, чтобы закончить весь бой. Прежде всего джиу-джитс объединяет в себе и ударную технику, и бросковую, и борьбу в партере. Но это, наверное, не главное, потому что оно учит как бы ставить цель ее добиваться. Последние месяцы для воспитанников клуба «Поединок» были щедрыны награды. Летом спортсмены завоевали призовые места на сборах в Тверской и Калужской областях. В середине сентября вернулись из Анапы, где проходили 15-е всероссийские юношеские игры боевых искусств. В дисциплине «Неваза» – борьба лежа. Юрий Жарков стал чемпионом. Мне такого результата удалось добиться благодаря тренировкам. Надо хорошо слушать тренера. И благодаря родителям, которые меня привели и поддерживали. Настрой боевой буду продолжать заниматься. Александр Капанев занимается джиу-джитсу два года. Этот вид спорта привлек силой, ловкостью и ударной техникой. Летом Люберчанин в составе сборной команды России участвовал в Кубке мира по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 лет. В соревнованиях свое мастерство проявили почти тысячи человек. В категории до 50 килограммов Александр Капанев стал бронзовым призером. «Было очень классно. Нас очень хорошо встретили. Судейство хорошее. Все хорошо было. Ну вот, вышел на татаме, занял третье место. В полуфинале проиграл. Проиграл, наверное, потому что не хотел ловкости и силы. Так что буду тренироваться, чтобы выступить в следующий раз лучше». Другой люберецкий спортсмен Роман Чуфисов на Кубке мира, который проходил в конце августа в Казахстане, завоевал серебро. «Это мой первый опыт вообще на Кубке мира. Я очень волновался. Очень хорошо готовился. Мы переходили в часовой пояс. К сожалению, в финальной схватке мне очень сильно переволновался. Ну, без техники работал. То есть сил у меня было много, но техники ноль из-за этого. Из-за того, что я плохо слушал тренера». Спортклуб «Поединок» работает в Малаховке 7 лет. Джиу-джитсу занимаются почти 100 человек. Двое уже выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.